90 тысяч жителей края больны сахарным диабетом. Заболевания во всем мире распространяются настолько быстро, что многие говорят об эпидемии. Как не попасть в ряды тысяч больных и можно ли с ним жить нормальной жизнью, а не существовать? Сегодня во всемирный день борьбы с сахарным диабетом, спросим Инну Вейтсман, доцента кафедры госпитальной терапии и эндокринологии Алтайского государственного медицинского университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, действительно ли сахарный диабет приобрел такие уже формы, что говорят об эпидемии? Именно так, потому что счет уже идет на миллионы. В 2017 году в мире насчитывалось, зарегистрировано 425 миллионов больных с сахарным диабетом. В России это 4,5 миллиона регистрированных, а на каждого зарегистрированного ходит незарегистрированный пациент, то есть тот, который еще не дошел до врача. Поэтому, конечно, это очень большие объемы, это много людей, страдающих данным заболеванием. Почему оно растет? Потому что, ну, если мы обратимся к природе, то у нас ушли инфекционные заболевания, которые контролируют численность населения планеты, и, к сожалению, приходят на их смену хронические заболевания, которые уносят в жизни пациентов. Поэтому сахарный диабет как раз входит в число вот таких заболеваний. Эйдж, ассоциированных заболеваний, возраст ассоциированных заболеваний. Ну, это наш образ современной жизни? В том числе. В том числе. Потому что есть факторы модифицируемые, а есть немодифицируемые. Немодифицируемые — то, что мы с вами не можем изменить. Это, предположим, возраст, нашу наследственность. А есть, которые мы можем изменить, модифицированные мои факторы. То есть это как раз физическая нагрузка, это не злоупотребление жирами, в основном трансжирами, сладким. Это полноценный сон в настоящее время, говорится о том, что тоже надо спать 6-9 часов. Ну и другие факторы, которые способствуют нормальному метаболизму глюкозы в организме. Наш край на какой ступени по сравнению с российскими городами? Где мы? Если говорить в отношении сибирского региона, мы занимаем лидирующие позиции. Если говорить в масштабе России, мы занимаем, так скажем, средние показатели. Кто прежде всего в зоне риска? Потому что я раньше думала, что это в том числе и наследственное заболевание, или страдают в основном люди пожилого возраста. Группа риска – это люди, в первую очередь, с отягощенной наследственностью, у кого в семье есть родственники, больные диабетом. С другой стороны, это ожирение, очень важное ожирение. Наличие как раз диабета во время беременности у женщины. Дальше, если женщина родила ребенка в свое время весом 4,5 килограмма, она входит уже в группу риска по диабету. Так же, как и человек, рожденный с весом менее 2,5 килограмм. Это тоже группа риска. И плюс наличие таких заболеваний, как гипертония, предположим, нарушение липидного обмена, повышение холестерина, триглицеридов – это все группа риска по сахарному диабету. Как скоро это определится? Есть ли у младенца диабет, у того, кто совсем маленького веса? Есть разные типы сахарного диабета. Первый тип диабета, он проявляется очень быстро, яркая клиника. И сразу же становится понятно, что измерив глюкозу, мы видим сахарный диабет. А если это второй тип диабета, это как раз та армия, которая за счет второго типа диабета растет количество, это диабет возрастной. Но возрастной сейчас сдвинулись рамки, более молодой стал в возрасте. Он течет, к сожалению, бессимптомно. И вот те факторы риска, что я назвала, это повод для того, чтобы определить свою глюкозу, сходить к врачу, обратиться и проконтролировать. Потому что как раз вот это скрытое, бессимптомное течение диабета, к сожалению, очень часто приводит уже к осложнениям. И пациент знакомится, что у него сахарный диабет, только при поступая, предположим, с инфарктом миокарда, либо с синдромом биобетической стапы. Поэтому здесь предупрежден, значит вооружен. На это и направлен день сахарного диабета. То есть получается, что какие-то симптомы есть только у диабета первого типа? Яркие симптомы действительно так. Какие конкретнее тогда? Чтобы человек понял, что... Сухость во рту, жажда, выраженная приемом жидкости. Пациент начинает часто ходить в туалет, мочится много, он худеет, у него появляется в последующем тошнота, рвота. И если вовремя неопределим, развивается кетоацидатическая кома. То есть это, конечно, кома одного дня, в течение недели, 10 дней, она может развиться. А вот второй тип диабет, не специфические жалобы, это ожирение, это кожный зуд, зуд половых органов, может быть, снижение памяти, может быть. То есть совершенно те симптомы, которые не могут четко сказать, что да, это повышенный уровень глюкозы. Как не попасть вот в эту армию диабетиков? Пусть они на меня не обижаются, но есть такое понятие. А только ли ограничить себя в сладком, вести активный образ жизни? Или еще есть какие-то, не знаю, витамины, таблетки? Волшебные таблетки не существует. Все же нет, да? Да, к сожалению. Ну да, к сожалению, наверное, она не найдена. Поэтому образ жизни сейчас в первую очередь. И если вы входите в группу риска, вот от тех факторов риска, которые мы сказали, движение, движение, еще раз движение. Любое движение, оно поглощает глюкозу из крови в клетку. В результате уровень нормализуется. Поэтому контролировать свой уровень глюкозы. Диабет тоже не развивается в одночасье. Он проходит через стадию предиабета. Предиабет обратим. Поэтому, так скажем, не игнорировать посещение докторов, лабораторий, получать информацию. Ну и, собственно говоря, если сам себе не поможешь, никто тебе не поможет. Когда развивается диабет, обратного хода уже нет. То есть там уже препараты для лечения сахарного диабета применяются. Ну и все же уточню про сладкое. Я очень люблю конфеты. Если у меня нет предрасположенности, я ведь их могу есть. Неограничено? Ограничено. Все же ограничено. Ограничено, да. Любое лекарство, так как и продукт, может быть лекарством, а может быть ядом. Поэтому высокие дозы сейчас было произведено, исследование очень интересное. И все-таки доказано, кто злоупотребляет сладким, входит в группу риска по сахарному диабету. Потому что много это тоже плохо. Но без него тоже нельзя. Поэтому есть определенные ограничения. Мы знаем о том, что заболевание это неизлечимо. И если уж оно есть, то с ним придется жить всю жизнь. Как сделать так, чтобы жизнь была полноценная, а не только постоянный контроль глюкозы и уколы, я знаю таких людей. Вы верно говорите. То есть вот даже день борьбы с диабетом, это не совсем правильно борьбы. Это управление диабетом. Хроническое заболевание, если мы не можем его вылечить, мы можем им управлять. Поэтому люди живут полноценной жизнью, принимая определенные правила. То есть это все равно самоконтроль, это питание. И самое главное, я вам скажу, что люди с диабетом второго типа сейчас живут дольше в России, нежели люди без сахарного диабета. Это действительно по статистике так. Поэтому полноценная жизнь, качество жизни для пациента сейчас стоит на первом месте. И пациенты в связи с тем, что достаточная лекарственная база, достаточные возможности онлайн общения различных школ. Это люди, которые знают о своем заболевании. Ну, кто хочет, так скажем, жить полноценной жизнью, он может жить полноценной жизнью. Рожать детей, это у нас тоже сейчас диабет и беременность направление. У них развиваются меньше или дольше, так скажем, по времени осложнения. Поэтому диабет, если правильно им управлять, он не является, так скажем, тем фактором, который исключает человека, выбрасывает человека из жизни. Это не так. Жить и прожить при диабете, это разное. Кто-то просто живет, кто-то просто проживает, а кто-то живет полноценной жизнью. Возможности есть. И все же вот такое понятие, как инсулинозависимость, ведь оно уже существует. Значит, человек действительно зависимый. Это вот уже какая-то очередная ступень. Если первый тип диабета, это заместительная гормонотерапия пожизненная, сейчас созданы специальные аппараты, это помпы, которые уколы ставить не надо. То есть это аппарат, который инсулин поставляет, что проще облегчает жизнь пациента. А второй тип диабета, который не связан с выраженным дефицитом инсулина, как первый тип, в нем инсулин рассматривается как один из вариантов лечения. Поэтому здесь это тоже не является, так скажем, привязать. Это не какое-то плохое вещество. То есть это то, что помогает человеку полноценно жить. Первый шаг к инсулинотерапии очень трудно сделать, а потом пациенты сами говорят, мне удобнее на нем жить, потому что я с ним справляюсь, я контролирую. То есть это не таблетированный препарат, который выпил таблетку, а если он чуть переел, у него сахар повысился, а тут он уже корректирует дозу инсулина, он живет очень даже полноценно. Ну и финальный вопрос. У нас в крае много репетишек, которые уже рождаются с этим диагнозом. Даже, я вам скажу, в масштабе страны их немного, не много, не много, и это радует, но такие все равно единичные случаи есть. И сейчас помповая инсулинотерапия ставится прямо с младенческого возраста. Обучаются мамы, и они идут на помпу. И в нашем крае тоже такие есть. Ну, будем вести здоровый образ жизни и не болеть. В первую очередь. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. Ну, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Инна Ветьман, доцент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии Алтайского государственного медицинского университета.